Председатель Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу по факту нарушения прав аварийных бессиленцев из Рузаевки. Причиной тому стало обращение, которое оставили местные жители в комментариях в аккаунте приемной Александра Бастрыкина в социальных сетях. Напомню, что уголовное дело было возбуждено еще в начале этого месяца. Тогда застройщик начал устранять все недоделки, а коммунальная история Рузаевцев оказалась под личным контролем руководителя Следственного комитета России. В региональном же подразделении ведомства приступили к проверке. А началось все в 2022-м. Спустя год жильцы 92-го дома на улице Карла Маркса в Рузаевке обратились в редакцию 10-го канала, чтобы показать свою проблему. Заледеневшие окна, плесень на стенах, неполадки со счетчиками и холодные полы с коммунальным беспределом столкнулись те, кто получил эти квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Жалобы отправляли в разные инстанции, но эти заявления и чиновники, и застройщик игнорировали. Позднее прибавились проблемы и с оплатой услуг ЖКХ. Сначала жильцам приходили квитанции без графы электроэнергия. Разобраться в этом не смогли ни домоправления, ни мэрия. Когда же образовался долг по всем квартирам 700 тысяч рублей, тут же объявились энергетики и коммунальщики и начали угрожать отключением электроэнергии во всем доме. В этом году здание признали аварийным и подлежащим расселению. В строении частично отсутствует водоснабжение, повреждена канализационная система, температурный режим не соответствует норме, а также сырость и плесень в квартирах, что сказывается на здоровье пострадавших. И в таких условиях уже два года вынуждены проживать многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Одна из них многодетная мать приобрела в этом доме квартиру по жилищному сертификату и сейчас она не может его вернуть. Женщину не признают нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Сейчас в региональном подразделении Следственного комитета России уголовные дела расследуются. Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому делу в связи с обращением местных жителей о непринятии мер к расселению аварийного дома в городе железнодорожников. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев, Наш Новости.